Молоко, не молоко? Молоко это или не молоко? Не надо гадать на ромашке, мы сейчас все вам объясним, это утро на пять, Даша Александрова. И Феликс Невелев, доброе утро. И разбираемся мы сегодня в том, что такое молоко, а что фальсификат. То есть написано молоко, на самом деле это в основном сухое молоко, так и надо писать. Или это, допустим, вообще просто молочный напиток, потому что там про молоко и говорить не надо. Минпромторг признал, что в нашей стране нет механизма контроля за тем, не вводят ли в заблуждение потребители и производители. Но зато у нас есть эксперт, который поможет нам во всех молочных вопросах разобраться сразу после того, что вы узнаете о наших планах на ближайший час. Накануне, буквально вчера, специалисты обнаружили пенициллин в молоке, который собирались экспортировать в Монголию. Значит, ну что, Всеволод Борисович, мы с вами, так сказать, по поводу колбасы говорили. Пришла очередь молока. Доброе утро. Доброе утро, говорим мы Всеволоду Вишневецкому, председателю Санкт-Петербургской общественной организации потребителей общественной контроли. Как пенициллин мог попасть в молоко? Ну, конечно, это грубейшее нарушение, санитарных норм, технический регламент. Он упал туда, что ли? И зачем его добавляли? Зачем антибиотик в молоко? Дело в том, что просто была больная коровля, больное стадо, которое лечили антибиотиками. По закону, это молоко не должно попадать на пастеризационный завод и потом упаковываться в потребитель. Оно должно утилизироваться. Значит, это молоко не было утилизировано, то есть изготовитель решил сэкономить на этих затратах. Зачем ему терять лишние деньги? И взял, зафасовал это молоко и отправил поставщику. Это, конечно, грубейшее нарушение. Ну, давайте тогда вернемся к ситуации с уволенным сотрудником, который решил вложить всех. Вот, значит, масло, которое, по его словам, чуть ли не год назад сделано и хранится. Значит, соответственно, творог, который там, или творог, он точно не видел, что это. То ли творог, то ли творог. Но тоже лежит в холодильнике. История с тем, что, как по мнению этого сотрудника, по словам этого сотрудника, на молоке часто появляется завтрашняя дата. И, говорит он, если вы покупаете в 8.30 утра пачку молока сегодняшней датой, знаете точно, вас обманули, потому что смена началась полчаса назад, продукт это минимум вчерашний. Ну, смотрите, если речь идет о молоке пастеризованном, срок хранения которого от 5 до 14 суток в среднем, да, то, безусловно, изготовители, желая продлить сроки годности своей продукции и делая поправки на нерасторопность торговых сетей, на нерасторопность, собственно, службы логистики, да, они ставят дату, еще не наступившую дату отготовления, сознательно, на сутки вперед. Вот. Это касательно тех продуктов, которые имеют срок хранения, там, 5 суток, 7 суток. Вот я, например, когда покупаю творог, скажу честно, да, и вижу, что творог срок хранения 5 суток, я ищу специально творог, который сделан, но максимально, там, позднее, приближенно к сегодняшней дате, да. Некоторые изготовители просто такой в частной беседе говорят, слушайте, ну, на самом деле, конечно, несколько дней после окончания срока годности продукт еще пригоден, мы просто на всякий случай страхуемся, чтобы к нам не было претензий. Ну, безусловно, так. Хорошо, если они страхуются и указывают, там, 5 суток, они могут указать, там, 5 суток, а добавить еще консерваны, бензоат натрия, например, сарбаткалия, который вообще продлевает срок годности, там, еще, там, на 15 суток, примерно. А это все указывается на упаковке? Нет, конечно, на упаковке указано 5 суток, и вы этому верите, считаете, что это натуральный продукт. Ой, а у меня, знаете, вот сейчас такой вопрос, может быть, неожиданный вам задам, я слышала от хозяек, которые, ну, собственно говоря, продавали свежее молоко, что если ты покупаешь свежее молоко, это полезно. Если оно прошло пастеризацию, то уже не важно, 14 суток, 22 дня оно хранится, оно, в принципе, уже не полезно, никакое, просто белая водичка. Ну, знаете, тут, как бы, ситуация такая двойственная. Конечно, я категорически не рекомендую пить сырое молоко, парное молоко. Потому что страшно, да. Во-первых, корова может быть больной, маститом, другими заболеваниями. Смотри, случай в Красноярском крае. Это раз. Второе, значит, молоко, неизвестно, как оно хранилось, перед тем, как она и вам его поднесла, эта бабушка с бидончиком, да, оно, может, уже обсеменено, то есть, при хранении молока нарушена санитарная норма, да, то есть, там, может быть, кишечная палочка, уже дрожжи какие-то пошли, да. Для чего пастеризацию поменяете? При температуре 75-80 градусов, да, термическая обработка, при которой убивается вся микрофлора болезненная. Ну и полезные свойства. Да, при этом, конечно, идет разрушение витаминного состава, но, тем не менее, все-таки при пастеризации еще что-то остается, микроэлементы. Вот когда молоко стерилизованное или ультрапастеризованное, да, которое хранится, значит, полгода, нет, полгода срок хранения, таких тетропак, таких вот квадратных, да, упаковках, вот там, конечно, уже полезного ничего нету. Но в пастеризованном молоке все-таки полезные свойства сохраняются, потому что пастеризация 85 градусов, а в стерилизации 130 градусов. То есть, разная температура, поэтому все-таки полезные свойства сохраняются. Поняла, спасибо. Поняла, тогда я то, о чем я пока не понял. Масленица вроде давно прошла, а вы к нам с блинами. Нет, я к вам не с блинами. Я хотел вам показать вот ту антипремию под названием фальшивая рубль, которую мы каждый год вручаем недобросовестным изготовителям пищевых продуктов. Принцип такой, они нам... В общем-то натуральный, деревянный как и должен. Деревянный, да. Но принцип такой, они нам продают фальшивые продукты, а мы им платим фальшивыми рублями. Ага. И вот конкретно вот этот фальшивый рубль был вручен в прошлом году как раз Рязанскому одному заводу за фальсифицированную молочную продукцию. Жительница Ярославля случайно напоила своего ребенка, годовалого, молоком, и у ребенка случился аллергический отек. А когда мы проверили молоко в лаборатории, там вообще не оказалось молочного жира, только жирорастительного происхождения. А это фальсификат? А, естественно. И аллергия была у ребенка на это? То есть молоко без молока. Это были растительные жиры. И у ребенка была аллергия, отек именно на это суррогат. Псевдомолочные. Вот 2 марта давно достаточно Минпромторг признал, что устранение механизма контроля за тем, не вводят ли в заблуждение потребителей молока. И по государственному стандарту молоком теперь будет называться только молоко из цельного сырого молока. А восстановленное же молоко, это сухое в смысле, да? Совершенно верно. Значит, восстановленное молоко будет считаться молочным напитком. И это должно быть указано на упаковке. Не совсем так. Значит, с 1 января вступили положения технического регламента на молоко и молочную продукцию. И с 1 января даже, может быть, на полке три вида этой продукции. Либо цельное молоко, как вы сказали, либо восстановленное молоко, восстановленное молоко. И уже третий молочный напиток, который предусматривает наличие растительных жиров. То есть сухое молоко, это восстановленное? Да. Порошок плюс вода. Это тоже молоко. Но оно восстановленное. Это не напиток. Это молоко, но восстановленное. А вот молочный напиток, это когда помимо молочного жира в жировую фазу добавляются растительные жиры. Мне кажется, так вот по уму все-таки хочется покупать молоко в первом варианте. Вот как по каким-то косвенным признакам понять, что передо мной пачка молока, а не восстановленного молока, а не молочного продукта. И что я могу давать детям, не боясь, что у меня будет какая-то аллергия, не дай бог. Абсолютно верно. Вы, как потребитель, имеете право знать, что вы покупаете, за что с вас просят деньги изготовитель и продавец. Но для насчета я хочу проинформировать всех петербуржцев о наших последних проверках по качеству молока, которые мы проводили в государственной аккредитной лаборатории Центра контроля качества. Мы закупили 15 образцов пастеризованного молока. Но это же не только петербургское молоко. Разных изготовителей. Просто в Петербурге проводили эксперименты. Да, это такая была у нас большая проверка. Мы давно этого не делали. И, к сожалению, 6 образцов из 15 были признаны несоответствующим требованием технического регламента. А 4 из 6 оказались в фальсификации. Мужец какой. Значит, в чем фальсификация здесь? Значит, эти продукты были сделаны из молочного жира, но они были сделаны из сухого молока и разбавлены водой в большую концентрацию. В 2-3 раза больше концентрации. Как мы это понимаем? Жирность была меньше? Совершенно верно. Как мы это поняли? Значит, доля белка в молоке вместо 3% оказалась 1,5%. Или даже 0,87%. То есть 2 в 3 раза меньше оказалось белка в 4 образцах. Вот это и есть фальсификация. То есть они берут что? Что волнует сразу? Это экономические какие-то нарушения, может даже преступления. Человек, который выпил, скажем так, сухое молоко, разбавленное водой слишком сильно. Он сказал, что это бодяка какая-то. Ну, хуже-то ему от этого не стало. В принципе, нет. Ну, менее жирное молоко. Ну, хорошо, бока не так сразу опа пошли. Нет, ну, то есть получается, вы пьете молоко, вернее, вы пьете воду с добавлением молока. То есть это экономические хитрисы. И вы не получаете. Необходимо, конечно, кальция, белка. Согласен. То, что есть в молоке, цена, вы этого не получаете. Ну, как говорят, но и плохого ничего. Послушай, когда ты выпиваешь стакан молока, ты думаешь, что ты принес пользу организму. Оказывается, ты просто попил водички. У меня коротко все-таки. Как выбрать правильное молоко? Я думаю, только что я нанес вред организму, когда выпиваю стакан не молока. Про молоко я ничего такого не думаю. Быстренько вопрос. Как выбрать правильное молоко? Значит, рассказываю. Значит, читать упаковку бессмысленно. Потому что сегодня заготовители, они уже научились вводить нас в заблуждение потребителей. Они пишут все красиво. Пишут в ГОСТ, технический регламент, цельное молоко. Значит, этому верить нельзя. Самый главный критерий – это цена. Смотрите на цену. И знайте, что сегодня справедливая цена на литр молока, пастеризованного, на полке магазина не может стоить дешевле 50 рублей. Откуда эта цифра? Значит, отпустная цена с совхоза или с фермы цельного молока сырого минимум 25 рублей на литр. 25. При этом добавляйте сюда логистику, пастеризацию, торговую наценку, упаковку, упаковку. И если вы покупаете там, где покупаешь, это ты, умножайте еще на 4. А вот молоко поддельное, оно, как правило, стоит 37 рублей. 45 рублей – это тоже уже ненатуральное молоко. В общем, не экономим на молоке. Добавьте плюс 5-10 рублей на цену, и вы получите натуральный продукт. Не экономьте на качестве. Спасибо большое. Всеволод Борисович Вишневецкий, председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Потребитель и общественный контроль», разобрался с молоком в нашем присутствии. Скажем так. Спасибо большое. До новых встреч, до новых разоблачений фальсификатов. Мы после рекламы продолжим.